Шалом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Мониторинг под прикрытием. В Израиле будут следить за перемещениями туристов через их телефоны. Землетрясение по расписанию. Израиль готовится к сильным природным катаклизмам. Тоска по утраченным корням. Театр Шалом открыл новый сезон премьеры спектакля. В Израиле будут следить за телефонами туристов для того, чтобы определить самые популярные места посещения и достопримечательности страны. Данные предлагается получать от компании мобильной связи, которая обслуживает иностранных абонентов по контрактам с международными провайдерами. Минтуризме заверили, что будет обеспечена конфиденциальность и защита частной жизни пользователей. Получение точных данных о туристических маршрутах и объектах в Израиле позволит вкладывать средства в развитие тех районов, где отдача будет наибольшей. Министерство здравоохранения Израиля объявило временно непригодной для употребления питьевую воду в ряде населенных пунктов на юге страны. Среди них – сдирот и нитевод. Причина – повышенная замутненность воды после введения в эксплуатацию нового магистрального водовода. При этом уточняется, что после ее кипячения отстаивание применять можно. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. Соответствующие инстанции работают над устранением проблемы, а Минздрав контролирует эти работы. Израиль готовится к долгосрочным последствиям возможного землетрясения. Накануне состоялось первое заседание межведомственной группы, на котором договорились о разработке национального плана как на этапах предотвращения и уменьшения ущерба, так и на периоде восстановления в случае природного катаклизма. Встреча прошла под эгидой главы администрации премьер-министра Ейрлапида Наамы Шульц. Также присутствовали десятки директоров из различных правительственных департаментов и агентств, занимающихся вопросами чрезвычайных ситуаций. Сильное разрушительное землетрясение происходит в Израиле каждые 50-100 лет. Виной этому афросирийский геологический разлом, тянущийся от Сирии до Мозамбика. Он проходит по восточной границе Израиля, Иордану, Мертвому морю и пустыне Орава. Израильским пенсионерам предоставят скидку в размере 20% на бронирование номеров в отелях для отдыха в Израиле. Это совместная инициатива министра туризма Константина Развозова, министра социального равенства мира в Коэн и Ассоциации израильских гостиниц. Льгота будет действовать в течение всего года на заказы номеров с вечера субботы до среды включительно, за исключением праздничных дней. Компания должна начаться в середине сентября и будет предназначена для женщин с 62 лет и мужчин с 67 лет. В Израиль доставили праздничную мантию последней императрицы Ирана. Она будет выставлена в Музее Исламского искусства в Иерусалиме. Четырехметровую мантию из бархана, украшенной у богатой вышивкой специально для невесты иранского шаха Мохаммеда Резепи Хлеви, разработали и сшили во французском доме моды Диор в 1967 году. Одеяние предназначалось для церемонии бракосочетания. После исламской революции 1979 года, накануне которой шах и его жена покинули Иран и отправились в изгнание, мантия считалась утерянной. Однако, впоследствии в Тегеране ее удалось стайно воссоздать. Театр Шалом отметил начало нового сезона премьеры спектакля «Полная иллюминация». На сцене сосуществует несколько миров «Современная Россия и Россия прошлого», «Украинский штеттл XIX века», «Космос» и композиция Дэвида Бои. О том, что их объединяет, расскажет Наталья Кравченко. Вы когда-нибудь мечтали отправиться в прошлое? Увидеть эпоху, которую вам не суждено было застать? Наверное, было бы здорово, если бы существовали туры наследия, позволяющие в прямом смысле слова прикоснуться к прошлому. Главный герой спектакля – молодой американский еврей в поисках своих корней отправляется в российскую глубинку. Но городка, где всего каких-то полвека назад жили его предки, уже нет. Тоской по безвозвратно утраченному прошлому герой пишет роман-фантазию о том, какой могла быть жизнь его родственников. Всегда есть какая-то связь времен, связь наша, моя с родителями, родители с родителями, передача знаний с поколения в поколение, какие-то семейные ценности, генетическая даже какая-то память. И это все нужно все равно держать, помнить. Здесь написано «Это я с Кустиной, Марк из 1943». Ой, это очень трудно для швейна. Это идея. Героиня Елизавета Потаповой Брод живет в еврейском местечке 19 века. Она чудом уцелела в детстве и, как и главный герой, не имеет прошлого. Но находит силы жить дальше, в любви и памяти, и учит этому исполнительницу роли. Знание о том, что всегда есть рядом родители, а родители – это не просто люди, которые произвели тебя на свет, это люди, которые несут за собой все твое древо. И ты всегда боишься момента, когда ты станешь носителем этого древа. Это первая театральная постановка по роману американца Джонатана Сафрана Фойера. Комедийная история путешествия постепенно перетекает в драму целого народа. Книгу пишут двое. Переводчик Алекс, который плохо говорит по-английски, он пишет часть про их путешествия, описывает весь этот их путь. А сам Джонатан, главный герой, он пишет свое генеалогическое дерево. То есть представляет, каким бы мог быть его род с 1791 года. Единственный в стране профессиональный еврейский театр «Шалом» существует более 30 лет. С основания его художественным руководителем был народный артист России Александр Левенбук. В 2021 году его сменил Олег Липовецкий. Вместе с этим кардинально поменялся вектор творческого развития. Я мало что понял. Потом это совершенно не мое представление о театре. Если не хочешь, можешь не одеваться. Ты не обязан, быстро не следи. Понимаешь, что обязан? Я ведь делаю, я бросаюсь в руки в голову. Спектакль «Полная иллюминация» – это путешествие не столько в другую страну, сколько внутрь самого себя. Построенный на переплетении времен, он обнажает вечные человеческие пороки и неприходящие ценности. Еще больше новостей смотрите в нашей итоговой программе «Два кадра», как всегда, после Шаббата. Действительно, если были, например, Серафимович или Богданович, то почему бы не быть Львовичем? Мы соединили здесь два сюжета, и пусть его герои обижаются на самих себя. Я готов, я готов на себе испытывать ваш хейтеринг или хейтинг. Это все на сегодня. Помните, каждый ваш лайк и комментарий продвигают наши видео. Будьте активны и подписывайтесь на Первый Еврейский. А чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик. Всего доброго и до встречи. Держите руку на пульсе еврейской жизни. Истории выдающихся музыкантов, дизайнеров, писателей и общественных деятелей, навсегда изменивших мир. Еврейский пульс на Первом Еврейском.